всем привет так сегодня мы продолжаем создавать приложение прогноз погоды с помощью jetpack композ сегодня мы будем делать tab layout это у нас будет такая специальная панелька у нас будет две кнопки и при нажатии на эти кнопки мы будем переключаться между списками у нас будет специальный пейджер который будет все переключать и так что нам понадобится для этого мы сейчас создадим новый композ был еще один давайте кстати здесь переназовем здесь написано main screen но это у нас основная карточка где мы показываем температуру в настоящее время и так далее поэтому давайте назовем к примеру main card shift f6 жмем для того чтобы переназвать и везде где встречается это название она при назовется назовем main card enter ok все готово так теперь спрячем все это иначе мы не сможем здесь писать слишком много кода и создадим новую функцию композа был пишем композа был это у нас будет fan tab layout все открываем скрываем круглые скобки открываем скрываем фигурные скобки и здесь начинаем создавать наш tab layout у нас там будет два элемента внутри будет специальный контейнер tab row где будут табы и будут эти наши кнопки и нас еще будет специальный пейджер который мы сегодня увидим но увидим уже на следующем уроке хотя мы его добавим и так для этого мы добавим контейнер колум чтобы в него поместить эти два элемента и они будут по вертикали то есть панелька для переключения и пейджер который будет переключать наши списки все и здесь я хочу чтобы у меня в этой панельки и вообще у всего этого элемента нашего композа был были закругленные углы и для этого я добавлю к нашему callum модификатор это будет модифаер точка клип то есть обрежем углы и выбираем raunded корна шей все выберем к примеру 5dp 5dp отлично enter готова все создали контейнер и сюда и будем помещать все что нам нужно для создания нашего tab layout выбираем tab row и здесь мы укажем пока что просто по умолчанию 0 это у нас selected tab index после мы будем сюда уже добавлять другое значение но пока у нас его нету добавляем 0 дальше нам нужно еще указать индикатор пока что мы тоже с ним работать не будем пока что будем просто писать код основной открываем закрываем фигурные скобки и все нам понадобится индикатор после мы уже увидим что это такое запятая и еще мы добавим background color то есть выберем цвет и цвет изначально будет blue light потому что мы уже на первых уроках приготовили этот цвет blue light все итак tab row это специальный контейнер в котором у нас будут специальные табы это будут специальные кнопки у которых есть индикатор который подсвечивает какой элемент выбран и так далее то есть это не простая кнопка это как бы специальная панелька где у нас есть набор кнопок и мы добавляем сколько кнопок там будет но это просто контейнер то броу теперь сюда нужно в этот контейнер добавить сколько табов нам понадобится это мы сделаем автоматически мы добавим специальный список с названиями у нас будет 2 там то есть две кнопки а уж идеи правильно два названия значит создаем список с этими названиями вал и назову к примеру таблист таблист равно это у нас будет лист of листов и нас там будут внутри название просто давайте напишем наверное все таки с большой буквы пусть будет а уж так никто начал писать а уж дальше запятая и будет у нас days все а уж и days поэтому внутри то бро внутри этого контейнера мы создаем столько табов сколько у нас здесь элементов у нас здесь два значит создаст 2 как это можно сделать просто берем наш список называется он так я начал с большой буквы писать называется он tab list . здесь у нас есть разные функции нам нужен нужна функция for each индекс это зачем это нужно так открываем скрываем фигурные скобки и здесь указываем у нас будет индекс и с это стринг что это за стринг и что это за индекс мы же перебираем с помощью for each этот цикл прибираем вот эти два элемента но там может быть три четыре мы добавили два поэтому нам будет выдавать сам элемент это будет стринг давайте напишем текст чтобы не запутаться текст и индекс это позицию который сейчас выдает то есть выдаст нулевую позицию и выдаст название hours после выдаст первую позицию и название days вот и все на основе этого мы будем создавать наши табы как мы создаем пишем просто там это специальный композ был здесь нужно указать и потому что их создаст столько сколько элементов списке и нужно указать какой выбранный у нас пока что нету специального состояния которое будет записывать какой элемент выбранный поэтому пока что просто напишем false ни один не будет выбранный это неважно на данный момент все и в слушатели тоже пока что ничего не пишем здесь мы будем переключать наш пейджер нас его пока что нету поэтому ничего не переключаем enter все у нас пока что слушатель пустой и теперь внутрь сюда вы уже поняли нужно еще передать название потому что это создается таб но там нужно чтобы у него был текст где будет написано что это а уж у нас появится два элемента а уж и days поэтому сразу после здесь же внутри там внутри его круглых скобок здесь видите после отклик ставим запятая и указываем текст то есть нам нужно будет передать сюда текст видите придется за специальную функцию это у нас будет текст композ а был то есть берем функцию композ был опять же и пред welt текст текст откуда берем текст и будет текст который придет то есть если пришел а уж значит в текст будет написано арбуз и мы здесь увидим а уж и после придет дэйс и мы увидим еще дэйс поэтому нас будет панель то и там будет два слова hours и days. Видите? И это и будут наши табы. Первый, второй. Поэтому сюда передаем текст. Enter. Все. И когда я создал таб, видите, вот его круглые скобки. Еще добавились фигурные скобки. Они нам здесь не нужны. Удаляем. Видите? И все. Перестало ругаться. То есть вот он, он, таб. Открываются круглые скобки. И закрываются вот здесь. И здесь идут его атрибуты. Идет selected. Мы указали false. Пока что временно запятая. Дальше идет функция unclick, фигурные скобки, запятая. Дальше идет текст. Опять же, фигурные скобки. И внутри фигурных скобок, как текст мы передаем composable text. То есть специальный элемент. И все. В принципе, все. Это самое основное такое, что мы передали. Теперь, если мы перезагрузим, мы ничего не увидим, потому что tab layout мы нигде не используем. Пока что временно. В принципе, не временно даже. Давайте сразу это все перенесем на основной экран и посмотрим, запустится у нас сейчас или нет. Если нет, продолжим дальше делать. Итак, идем в main activity. И здесь у нас уже есть main card. Здесь я хочу добавить column для того, чтобы помещать по вертикали main card и после еще и tab layout. Понимаете? Здесь у меня будет идти вот эта карточка и дальше будет идти tab layout. Ну и после уже будет pager, который мы еще не добавили. Итак, в column мы ничего выбирать не будем. То есть просто добавляем этот контейнер column, перетаскиваем сюда main card и сюда же перетаскиваем, вернее не перетаскиваем, а вписываем следующую функцию, которая будет под main card. Это tab layout. Давайте проверим, запустится или нет. Бум, все. Запустилось, но ничего не видно. Из-за чего такое происходит? Из-за того, что изначально в main card я его создавал как main screen и указал там, чтобы контейнер занимал всю ширину экрана. И наша картинка тоже занимала всю ширину экрана. Вот поэтому мы здесь ничего не видим. Если мы зайдем сейчас в main screen, закроем наш composable tab layout и откроем main card и возьмем этот имидж, который мы добавили в качестве бэкграунда и выдернем его отсюда. И видите, вот здесь в column указано fill max size. Нам теперь это не нужно. Я хочу, чтобы у меня вот эта основная карточка, а ее основной контейнер, это column, заняла только то, что нужно для нее. Место, понимаете? Место, которое нужно для нее, чтобы нарисовать все, что здесь есть. Все остальное будет место пустое. Вот туда я помещу tab layout. Поэтому, видите, я отсюда убрал fill max size. И в качестве бэкграунда до того, как запускаем column и здесь запускаем внутрь него, то есть этот контейнер, два элемента, мы в качестве фона используем image. Вот и все. Запускаем и смотрим, что у нас получилось. Все, видите? Вот он наш tab layout. Можем нажимать на него. Это вот такая вот панелька. Вот, видите, это и есть наш, где у нас есть этот фон, это и есть tab row, и это и есть наши табы, которые мы сделали. Теперь слева и справа нужно добавить отступы, иначе некрасиво. Сверху уже отступ есть. И нарисовались два элемента, создались два таба с этими названиями. Это я вам показывал уже. Так, идем в main screen, закрываем main card и открываем tab layout. Вот, смотрите, видите? Смотрите, мы создали список, дальше в этот список поместили column и внутри создали tab row. И внутри уже запускаем цикл, перебираем вот эти элементы, hours и days, и столько табов создаем. И они друг за другом располагаются внутри tab row, потому что это специальный контейнер для них. И все. Пока что у нас при нажатии на кнопку ничего не происходит, мы никакой элемент не выбираем, я сразу сказал false. Но зато уже есть текст, который рисуется, видите? Все нормально. Теперь, как мы можем добавить отступы слева и справа? Очень просто. В column вот здесь можно писать, например, перед клип, так, пишем точка, padding. И выбираем start и end. То есть выбираем start, равно, пусть будет, я не знаю, 3dp, давайте попробуем. Если 3 это мало, добавим еще end. Это будет тоже 3dp. Нам кажется было 5, но без разницы. Все, добавили. Перенесем на следующую строчку. Здесь тоже и здесь тоже. Отлично. Все, давайте проверим. Смотрим, что у нас получилось. Все нормально. Но здесь 5 все-таки отступ. Давайте сделаем 5. Как у основной карточки. Все, запускаем. Смотрим. Так, ну все, совсем другое дело. Вот есть у нас уже панелька. Но я хочу, чтобы у меня был индикатор, который будет высвечивать, какой элемент выбранный. Еще нам нужно добавить пейджеры специальные, где мы и будем показывать список. И будем переключаться между списками. И для этого нам понадобится специальная библиотека. Идем в Build Gradle. У меня она уже есть, прописана. Вот она, видите? Можете поставить на паузу и посмотреть, как она пишется. Пишем implementation. Также можете найти код урока на моей веб-странице. Ссылка находится в описании. Там тоже найдете данные зависимости. Чтобы их добавить, мы заходим в Build Gradle Model. Вот здесь видите? Он находится в Gradle Scripts. Вот он, Build Gradle Model. И вот здесь вот в Dependencies добавляем вот эти две строчки. Прописываем implementation. Открываем кавычки. Закрываем кавычки. И внутри кавычек пишем. com.google.appcompanist.appcompanist-pager.019.0 И здесь то же самое. AppCompanist. Только пишем-pager-indicators.0.19.0 В общем, поставьте на паузу и спишите вот это. После этого жмем Sync Now. И у нас уже есть доступ к этим библиотекам. И мы можем использовать данный пейджер в нашем коде. Итак, все синхронизировалось. Идем в MainScreen, идем в наш TabLayout, естественно. И начинаем добавлять все остальное. Нам теперь понадобится сохранять три разных состояния. Первое состояние, которое мы будем сохранять, это pagerState. Пишем pagerState. Вот уже есть, выходит pagerState равно. И есть у нас здесь remember pagerState. Видите? Это уже приходит с библиотекой, которую мы только что добавили. Так, здесь она сругается, потому что все это пока что экспериментальные API. Понимаете? Это означает, что в любой момент могут какие-то функции изменить и так далее. То есть вы можете сейчас этим пользоваться, но через некоторое время, возможно, некоторые функции заменят на другие и так далее. Но мы все равно этим пользуемся, потому что другого у нас нет. Добавили experimental pager API. И теперь можем использовать. То есть у нас код все нормально будет работать, так что ничего не переживайте. Следующее состояние, которое нам понадобится, пишем val, это tabIndex. И его мы берем из pagerState. У нас есть currentPage. Видите? То есть когда мы будем переключаться между страницами, у нас всего будет две страницы, то это будет сохраняться вот в этом состоянии, pagerState. И здесь, когда мы только запускаем наш tabLayout, мы берем currentPage, то есть страница, которая находится в настоящий момент, которая включена, которая открыта, не знаю, как правильно сказать. И мы записываем ее индекс вот сюда, в tabIndex. Там может быть только 0, либо 1, потому что у нас всего будет две страницы. Будет нулевая позиция и первая. Вот и все. Все. TabIndex. Еще нам понадобятся coroutine. Пишем val. Для этого создаем coroutineScope. Это для того, чтобы запускать анимацию. CoroutineScope равно rememberCoroutineScope. Remember, так, pager. Remember CoroutineScope. Вот она. Готово. Все. В принципе, все. Теперь мы можем все добавлять. Вы помните, я вам говорил, что пока что нам не нужно добавлять selected tabIndex. Вот теперь нам нужно его добавить. Это и будет наш tabIndex. Изначально. Индекс, который выбранный. TabIndex. Видите, мы передаем его в tabRow. Чтобы было понятно, потому что здесь сохранится это значение. Чтобы было понятно, какой элемент в данный момент выбранный. Все. Видите, это tabIndex. Вот мы его и используем здесь. Дальше. В индикатор нам нужно добавить еще одну вещь. И опять же, это приходит из библиотеки, которую мы добавили. Пейджер. Добавляем в индикатор. Следующее. Пишем tabRowDefaults. Вот у нас есть уже defaults. Точка. И здесь есть индикатор. Индикатор. Вот он. Все. И внутри индикатора пишем то, что мы будем брать из этой библиотеки. Пишем modifier. И у нас теперь есть функция pagerTabIndicatorOffset. И сюда мы должны передать. Видите, pagerState. Он у нас уже есть. Мы его добавили. pagerState, запятая. И нужно передать tabPosition. TabPosition нам приходит вот здесь. Поэтому мы можем указать pose, к примеру, тире и треугольная скобка. Все. Позицию мы можем отсюда получить. Передаем сюда. Pose. Все. Здесь мы все сделали. Можем запустить и посмотреть, что у нас сейчас происходит в данный момент. Запускаем. Так, открывается. Видите, у нас стало все черным. Потому что мы еще не подключили специальный pager. Поэтому у нас сейчас все испортило. Потому что мы все добавили, но код до конца не дописали. Итак, теперь вот здесь вот функции unclick. Когда мы жмем на tab. Сейчас мы их не видим. Вот здесь они находятся. Когда мы жмем на один из табов. Нам нужно перелистывать и анимировать это перелистывание. Наш pager, который мы еще не добавили, конечно. И для этого мы вписываем следующее. То есть мы используем coroutinescope.launch. Запускаем его. Потому что мы будем это делать на второстепенном потоке. Потому что будем делать анимацию. И здесь просто-напросто указываем. Берем наш pagerState. И у него есть animateScrollToPage. И здесь нам приходит индекс. Индекс таба, на который мы нажали. У нас есть нулевой и первый. Нулевой и первый. Если там есть больше, значит есть нулевой, первый, второй, третий, четвертый. И нам приходит этот индекс, на который мы нажали. Поэтому мы хотим открыть эту страницу только анимируя. Скроллим. Слева направо. Для того, чтобы анимировать. Либо справа налево. Все, это добавили. Но если мы сейчас запустим, все равно пока что ничего не запускается. Потому что мы не добавили сам pager. И из-за этого у нас, видите, вот это происходит. Так, не то нажал. Так, все, добавляем pager. И все у нас будет работать. Так, где у нас заканчивается наш column? Он вот здесь заканчивается. Значит, перед тем, как он заканчивается, сюда, сразу за нашим tab layout, за нашим tab row, добавляем pager. Вот и все. И теперь у нас все будет работать. Pager нам приходит из этой библиотеки, которую мы добавили. Это у нас horizontal pager. Видите, вот он. И здесь нужно заполнить несколько элементов. Cont. Cont нужен для того, чтобы наш horizontal pager знал, сколько элементов, сколько страниц будет для того, чтобы их перелистывать. И мы это берем, естественно, из нашего списка. У нас есть tab list, и мы знаем, сколько здесь элементов. Потому что у tab list есть функция size. Поэтому в cont передаем tab list.size. Готово. Запятая. Дальше что нам еще нужно? Дальше нам нужно еще передать state. Берем state, и у нас есть pager state, который сохраняет состояние, где у нас есть. Вот он, pager state. Мы создали. Все это нужно для работы нашего пейджера. Запятая. И последний укажем модификатор, modifier, точка, и выберем weight. То есть вес. Weight у нас будет 1f, float, значение float. Вот, в принципе, все. Здесь нам будет приходить индекс. Давайте впишем переменный индекс, тире, треугольная скобка, все. И будет указывать, какая страница открытая. Мы могли бы здесь перелистывать с одного Composable на другое. Например, в одном Composable у нас один экран, одна разметка, и в другом другая. И мы могли бы между ними перелистывать. И из какого-нибудь списка по индексу брать. Перелистнулись на вторую страницу, берем там что-нибудь по этому индексу. Потому что здесь будет приходить индекс 0, 1, 0, 1. Какая страница в данный момент открылась? Это нам понадобится в дальнейшем, когда мы будем получать списки и так далее. Пока что это нам не нужно. Все, теперь запускаем. У нас все должно работать. Настроим внешний вид. И в принципе все, на этом урок будет закончен. Так, все, теперь когда все подключили, видите, все работает. Отлично. Но пока что ничего здесь не перелистывается, потому что мы не указали здесь ничего. Здесь, в нашем Pager, мы должны запускать какой-нибудь Composable, который будет перелистываться. Но у нас пока что здесь ничего нету. Поэтому когда мы перелистываем, ничего не происходит. Видите? Но я могу здесь тоже дергать. Видите, перелистывается. Но у нас нет контента никакого. Так, не то, не то дернул. Все, давайте здесь выберем белый цвет, например. Я думаю, что в принципе этого хватит. Так, для этого идем в наш Tab Row. И после Background Color мы здесь еще можем выбрать Content Color. Тогда у нас и индикатор сам изменится, цвет у него, и цвет текста у обоих табов. Для этого выбираем Color. Давайте выберем белый, к примеру. Color White. Все. Если мы теперь запустим, то вы увидите, что у нас и индикатор, и текст будет белый. Так, все, видите? Все, совсем другое дело. И здесь тоже можем дергать вот так. Все. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Код урока найдете у меня на веб-странице. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. На следующем уроке мы будем продолжать. Уже сделаем, чтобы у нас были списки и так далее. Будем их проверять. И мы уже вплотную подходим к бизнес-логике, где мы будем все получать с сервера и показывать на нашем экране. Ну, конечно, еще немножко подстроим внешний вид. Выберем другой шрифт, потому что такой мне не нравится. Но это уже все мелочи. Всем спасибо за внимание. Жду вас на следующем уроке. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok